Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 5 июля, и вот в предыдущих видеороликах я сказала, что я все томаты наконец-то высадила. Я провела вас по рядам, там где у меня огромное томатное поле, и показала самые необычные томаты, которые выделяются на фоне других. Это шахерезада, голубая звезда, у которой томаты фиолетового цвета. Но сейчас я вот пошла по закоулкам, и когда я говорила, что я не везде еще подвязала томаты, вот это как раз то место, где томаты у меня высадили. Здесь такие вот технические проходы, куда я прихожу в самую последнюю очередь. Здесь, видите, у меня тут и щавель растет, и трава, хотя у меня спрашивают, когда вы все успеваете, у вас нет травы. Трава у меня тоже есть, вот здесь еще ни разу не полола, видите, немножко подзаросло. Но проходя вот по этому техническому проходу, для чего я вас сюда привела, мы увидим еще один необычный помидор, который очень выделяется на фоне других. Смотрите, кажется, что растет морковка. Томаты с морковными листьями, они тоже, мне кажутся, необычными, потому что это, ну, выбивается из ряда, то есть это исключение из правил. Обычно листики у нас, сейчас покажу, ну, вот такие же у нас у томатов листики, да? И мы привыкли уже, что такие. А когда появляются вот такие, то это необычно. Это голубые ели. И в прошлом году было очень много споров по поводу этого сорта. Кто-то пишет, нет, это не голубые ели, это морковный томат. Но я сразу скажу, что с морковными листьями есть несколько сортов. Их, наверное, даже много. И не каждый сорт с морковными листьями называется морковным. Это ясно, что морковный может быть один. А как же тогда называть остальные с морковными листьями? Я знаю точно, что это голубые ели, потому что я их покупала официально, заказывала у частного коллекционера, потому что мне нужно было, ну, как для моей коллекции, для разнообразия, какой-нибудь необычный томат. Покупала уже очень давно, с тех пор я его выращиваю. Так же, как в предыдущих сортах у шахерезада и у голубой звезды, я скажу, что томаты сами ничем не отличаются. Я выращиваю его только для того, чтобы подойти иногда и удивиться. До чего же разнообразна вот наша природа, что томаты, казалось бы, ну, должны быть вот такие, такие, такие. А нет, а вот исключение из правил. Это все, как у нас в жизни. Кажется, что правила все одни для всех, а раз и нет. Вот сейчас немного расскажу о нем, если кто в прошлом году не видел. Вот голубые ели, это ранний томат. Он низкорослый, детерминантный. Его можно вообще выращивать без формирования, без подвязки. Но так как здесь у меня такое место, что тут так у них мало солнышка, если она еще будет лежать на земле, вообще, я вот поставила кол, я все-таки буду подвязывать. А в прошлом году, вот там на солнцепеке, я подвязывала. В прошлом году еще он у меня рос в теплице. И можете посмотреть прошлогодний видеоролик, какой он в теплице весь увешан плодами. Это очень урожайный сорт. Подвязывать я его буду, но не посынковать, ничего лишнего удалять не буду. Смотрите, такая же ситуация, как с банановыми ногами. Вот они у него, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Уже штук восемь вот этих стволиков, уже таких полноценных пасынков. Ничего я не удаляю. И хотя я сказала ранний, у меня он и посеян не очень рано, и высажен очень поздно в последнюю очередь, поэтому он у меня еще цветет. А вообще в теплице в прошлом году он поспел у меня в первую очередь. Ой, заломала морковочку. Внешний вид испортила прическу. Сейчас, подождите, подправлю прическу, томатику. И вот, его можно, ну как вот это вот, который ни забот, ни хлопот не приносит, можно выращивать и так. Плоды обыкновенные, классический красный цвет, классическая плоско-округлая форма, как обыкновенный томатик. Никакой он не вытянутый, ничего. Красный весом 100, от 100 до 200, 220. Конечно, если бы вы посынковали, или если бы я посынковала, плоды были бы покрупнее. Если его не посынковать, то он немного мельчает. Их будет много, но они будут мелкие. Вкус обычный, помидорный. И про этот томат я не буду врать, что он, ой, он такой сладкий, он такой медовый, он такой тает во рту. Нет, он не такой. Он обычный, помидорный вкус, с кислинкой. Вот такой традиционный, самый настоящий русский помидор, который не, обычно сладкий у нас позднеспелый, крупноплодный. А этот вот такой, который для раннего использования, но который подойдет и для консервации, и для первых салатов, если рано поспеет. Вообще он предназначен для выращивания в открытом грунте. В прошлом году я просто ради эксперимента его высаживала в теплицу и убедилась, что в теплице он растет хорошо, завязывает плоды, зреет очень быстро. Он подходит и для теплицы. Так что если у вас холодный климат, и если есть место в теплице, и если вы хотите получить ранний урожай, то голубые ели подойдут. И еще. В прошлом году опять же мы все спорили, что многие вот эту шахерезаду, которая лохматая, с таким голубым оттенком, говорили, что голубые ели это она, а не вот этот вот. Но такой же сорт, да, только не голубые ели, а серебристая ель, есть, похож на шахерезаду. А вот эта именно, она вот издалека, если вы отойдете, если сделать групповую посадку вот этих томатов, они выглядят, ну, чисто как елочки. Вот они поэтому называются голубые ели. Вот она похожа и на морковку, и на елку, на все, что угодно, только не на томат. Вот. Познакомила вас еще с одним необычным томатом. Сам по себе он выращивание, очень простой, неприхотливый. Не надо его в верхушку прищипывать, можно и не посынковать, можно и не подвязывать, можно посадить вообще, как в качестве, как сказать, украшения для ландшафтного дизайна вашего огорода. Но плоды дают реальные, вкусные, помидорный вкус, немножко с кислинкой. Во рту не тает, не сладкий, но для раннего урожая подходит. Все, до свидания. С вами была Ольга Черналов и мои голубые ели.